Привет, я Оксана, и я вижу там, где живу. Я приглашаю вас провести со мной неделю, конечно, для вас это будет, ну, минут 40, наверное, а я в течение недели буду стараться подключаться к вам максимально большое количество раз, показывать вам свои продвижения, надеюсь, это будет продвижение не только аксессуаров, у меня тут носочки на спицах, но и будет продвижение по моим плечевым изделиям. Конечно же, я буду делиться с вами чем-то еще, я вам обещала, что оставлю отзыв на книгу, очень надеюсь, что я ее дочитаю на этой неделе, и мы с вами пообщаемся по поводу этой книги, ну, может быть, что-то еще интересненькое будет, посмотрим, я обязательно вам все расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Хотела первое подключение сделать именно выходные, когда начала снимать этот влог, для того, чтобы показать условно точку ноль, да, я люблю показывать именно, как я продвинулась за неделю, но выходные у меня совсем не было что-то времени подключиться, хоть вязала я очень много, поэтому подключаюсь в понедельник и условно будем считать эту точку ноль с понедельника. Да, выходные я вязала много и даже кое-что перевязывала, вы сейчас видите перед собой моточек пряжи Artisan, уже такой перемотанный. Эту пряжу я вам показывала в новинках своих в прошлом влоге и показывала, что начала вязать носки, но давайте поговорим конкретно про эти носки и что, в общем-то, я уже успела перевязать. Я начала вязать мужские носки на 72 петлях и спицы 2,25. Носки получаются широкими, но в этом-то и суть. Сейчас уберу тут все лишние ниточки, чтобы они нам не мешались. Мне нужны большие широкие носочки и я связала 20 рядов резинки 2х2. Тут, кстати, я набирала крестообразным методом. У меня есть урок на этот метод, можете проходить. Мне кажется, он простой и достаточно подходящий для резинки. И для того, чтобы не вязать совсем скучную лицевую гладью, я опустила вот здесь по шву носка такие изнаночные полосочки, которые у меня переходят от резинки. И далее вязала по кругу лицевыми и вот только по 2 петельки изнаночных. Носки, несмотря на то, что вяжу на тонких спицах, 72 петли, у меня вязались просто невероятно как-то быстро. Видимо, из-за того, что сейчас все проекты насыщены у меня узорами, лицевая гладь просто летит. Я, когда дошла до пяточки, не знала точно, какая будет пятка, решила вязать пятку бумеранг, но с клином подъема. Для того, чтобы создать клин подъема на пятке бумеранг, мне надо делать прибавки в зоне пятки, скажем так. И я стала делать прибавки вот в этой изнаночной полосе, чтобы создавался такой треугольник из изнаночных полос. Даже уже отвязала пятку, даже уже перешла на убавление этого клина, но мне что-то совсем не понравилось. В итоге я все распустила и вот хотела вам как раз показать, как быстро у меня продвинулся этот носок, что я уже вышла на пятку, уже пятку связала, но нет. Сегодня утром все распустила, стала делать по-другому. Вот эту полосочку из изнанки я оставила и стала делать прибавки в лицевой части носка. По-моему, я сделала вот сейчас все прибавки, мне надо уже на пятку бумеранг переходить. И знаете, вот как раз, когда распустила эту пятку, подумала, что может какую-то другую пятку использовать. Но вот эта вот изнаночная полоса по шву как бы диктует свои правила. Здесь уже не сделать ни пятки подковы, чтобы она красиво вписывалась, да, тут все равно был бы какой-то залом. Или обычную квадратную пятку. В общем, сама себе придумала задачку, да. Сама ее теперь решаю. Ну, надеюсь, что со второго раза все будет хорошо. Ну, носки, правда, как-то у меня быстро вяжутся, хоть и большие. Хотя, конечно, это первый носочек. Так, у меня тут ниточка немножко что-то запуталась. Понятно, что это первый носок, нужно еще второй связать. Ну, надо хотя бы еще первый, конечно, довязать. Но пока быстро. Вот это я, наверное, связала за вчерашний вечер даже больше, да. Я вам сказала, что уже даже на пятку перешла. Вяжу из пряжи Artisan, как я вам уже говорила, этот цвет 797. Он такой насыщенно красивый синий, темно-синий, я бы сказала. Надеюсь, что хорошо у вас все передается, потому что сейчас у нас очень солнечный день, и я как бы стою в теньке, но из-за этого получается, что наоборот, очень темный кадр. Но при монтаже постараюсь сделать красивую картинку с хорошей цветопередачей. Продолжаю изучать пряжу Artisan. Тоже в комментариях мы с вами общаемся по поводу этой пряжи. Кто-то пишет, что вообще ее не любит, что не пошло как-то с ней дело, что Comfort Sox намного приятнее. Кто-то пишет, что это одно и то же. Я как раз хочу еще попробовать повязать из этой пряжи, потому что я вязала из однотонной розовой, и вот это однотонная синяя. И мне кажется, что да, синяя жесткая. Она тоже не особенно такая объемная, если сравнивать ее с Comfort Sox. Но она чуть мягче, чем розовая. Хотя я не могу сказать, что она мне тактильно очень приятна. Но как-то вот у меня лицевая гладь более ровно ложится в этой пряже, чем розовой. Ну, я грижу на розовый краситель. Видимо, он создал такие условия для пряжи, что она стала очень жесткой. Вот из синей мне вязать все-таки приятнее. Но не могу сказать, что я кайфую от процесса. У меня даже как-то немножко палец натирается, где нить проходит. В общем, мне почему-то кажется, что все-таки есть небольшая разница между Artisan и Comfort Sox. Ну, теперь я уже думаю, что может не надо Comfort Sox купить однотонную. Потому что в последние разы из Comfort Sox я вязала только из секционки. Или из 152 цвета. Но вот этот 152 цвет, такой светло-бежевый, у Comfort Sox это просто какое-то невероятное исключение, мне кажется. Он очень пухлый, очень красивый цвет. В общем, вполне возможно, я зря грешу на Artisan. Может быть, Comfort Sox такая же по качеству пряжа. Ну, вяжу, в общем, продолжаю. Вяжется, несмотря на то, что пряжа какая-то для меня кажется жестковатой, вяжется быстро. Дальше. Дальше я вам покажу вот эту спинку кардигана. Вы, наверное, видите, насколько хорошо она продвинулась. Если вы смотрели мой прошлый влог, я сейчас довязала до проем рукава. Мне надо сейчас вывязывать, здесь сточной рукав будет. Но у меня эта спинка укороченная. Обычно кардиганы я вяжу длиннее. И повторюсь, что это четвертый кардиган. И вот на уровне, на фоне вот этого четвертого кардигана я сейчас делаю совместник своей закрытой группе. Если вы также хотите связать кардиган, добавляйтесь в мою закрытую группу. Она действует по принципу подписки. Месяц стоит 200 рублей. И пока вы в этой группе находитесь, у вас, соответственно, каждый месяц снимается по 200 рублей. Вы можете выйти из группы, когда хотите. Но на самом деле в этой группе, помимо этого кардигана, есть и другие совместники. То есть мы сейчас вяжем кардиган. Вы можете вязать совершенно спокойно другие изделия, которые там есть. Есть вся информация в доступе у вас, пока вы в этой группе находитесь, в этом канале находитесь. Ну давайте продолжим по поводу того, что у меня сейчас на спицах. Да, я связала спинку. Это будет укороченный кардиган. И я хотела вам показать разницу между постиранным полотном и непостиранным полотном. Когда я показывала вам этот образец, постиранный, я, по-моему, даже сказала, что пряжа не сильно меняется. То есть она не сильно распушается, не сильно увеличивается в объеме, я сказала. Может быть, чуть-чуть появляется пушок, но сильно она не меняется. И как-то убрала этот образец. Ну и забыла практически про него, да, измерила плотность и все. Но совсем недавно достала, что этот образец, сравнила с полотном. И посмотрела, как сильно преображается пряжа после стирки. Вы даже сейчас на камере видите, насколько образец светлее, чем само полотно. Но это ладно, это даже как бы ерунда, я считаю. Тут чуть-чуть на полтона светлее, темнее. Оба цвета при этом красивые. Но разница видна, это приятно, да. Но посмотрите, насколько разная плотность и фактура. Я думаю, что видно даже на камере, через камеру, какой приятный и мягкий вот этот образец. Какое мягкое полотно. Это бэби верблюд. Немного тут кашемира. Шелк, я подозреваю, что это буретный шелк. И полиамид, по-моему. И вот посмотрите, какое это полотно. Оно неровное. Ну неровность тут, конечно, еще за счет вида и за счет вот этого буретного шелка. Потому что вот эти узелочки, да, встречаются. Неровность самой нити. Но она совсем не пушистая. Эта нить, это полотно совсем не пушистое. Я не могу сказать, что у образца прям сильный-сильный пух. Но он такой немножко, как от ваты, да, ватный немного. Я знаю, что не все любят вот это ощущение ватности полотна. Но для очень многих твидов, да, которые из шерсти, вот из верблюда, из кашемира, такая ватность, она присущая. И, наверное, если вы вяжете из твида, стоит к этому, в общем-то, быть готовым. И если вам не нравится такая фактура, из твида такого, ну, типичного твида, лучше не вязать. Понятно, что сейчас и махер твидом называют, и мериносовые какие-то варианты пряжи называют твидом, если там есть какие-то вкрапления. Но вот это такой плюс-минус настоящий твид по фактуре. Хоть и тут не мериносовая шерсть, если сравнивать, например, с классическим британским твидом. Но, мне кажется, фактура тут достаточно характерная. Очень мне как-то понравилась вот эта разница. Хотела с вами поделиться тем, как меняется полотно после стирки. Да, я остановилась на проймах. Мне сейчас нужно провязать проймы. Всю логику тоже просчитать для нескольких размеров. Я делаю совместник на три размера. И там помогаю девчонкам с расчетами, если у них что-то и по плотности не выпадает. Или они, например, вяжут мужской вариант, а не женский. Ну, какую-то логику у меня, конечно, есть. Надо просто ее хорошо описать, чтобы всем было понятно. Поэтому фронт работ на эту неделю в том числе у меня довязать спинку. И уже, может быть, даже начинать полочки вязать. Почему я, кстати, вяжу укороченный вариант? Потому что у меня вот этой пряжи всего лишь 400 грамм. Я даже не уверена, что у меня и 400 грамм хватит на укороченный кардиган. Может быть, я буду как-то экспериментировать с рукавами. Ну, подбирать какой-то другой цвет. Посмотрим, пока вяжу. Вот интересно, сколько будет весить спинка. Пока не взвешивала даже, сколько у меня осталось в бобинке пряжи. Ну, и давайте еще один проект вам покажу. Он немножко такой спонтанный. Хотя, ну, в общем, давайте о нем поговорим. Вот вы сейчас видите два моточка пряжи. Один это стопроцентный меринос. И если вы смотрели мои влогмасы, то вы увидели, что из этой пряжи я совсем недавно вязала детскую манишку. Эта пряжа у меня уже давно. Я из нее и шапки вязала. Это стопроцентный меринос. По-моему, это бобинная пряжа от Лана Гата. Гармони. И она смотана у меня всем нитям. Она очень тоненькая была изначально. И у меня осталось всего 110 грамм. И эту пряжу я хочу использовать для вязания шапки. Мне не так, чтобы нужна прямо сейчас шапка. Но я тоже говорила в прошлом влоге, что я, скорее всего, буду сотрудничать с одним магазином. И мне нужно будет сделать мастер-класс на шапку. На их пряжу, которую они мне вышлют. Я, в принципе, понимаю, какая фактура этой пряжи. Как надо будет с ней работать. Но для того, чтобы сделать мастер-класс по шапке, нужно все-таки эту шапку проработать, разработать. Хотя я взяла... Планирую вязать ту шапку, которую я уже вязала несколько раз. Когда я продавала свои изделия, у меня был небольшой магазин. И это было так давно, что я уже всех тонкостей вязания этой шапки не помню. Я решила, что нужно вспомнить, как вязала эту шапку. У меня не так много сейчас пряжи в наличии, которые я могу использовать для аксессуаров. Покупать мне специально не хочется. И вот у меня как раз остался вот такой 110 грамм моточек. Я надеюсь, что этой пряжи хватит. Более того, что шапка будет однослойная. Она будет без отворота. Мне кажется, что нужно уже делать такое направление в сторону весны. Более легкие шапки. Ну, шапки нам, конечно, будут нужны. Но, может быть, не такие теплые, как зимой. Все-таки уже январь, пока выйдет мастер-класс, уже будет в феврале. Для того, чтобы связать шапочки. То есть в марте как раз, чтобы носить такие уже более прохладные шапки. Но к этой пряже я хочу подмотать махер. Это вообще мое любимое соединение для шапок. Вообще махер, он делает более стабильную ниточку мериносовой пряжи. Потому что меринос, понятно, особенно гребяной меринос. Он часто растягивается сильно. Особенно в шапках. А махер, он стабильность передает. Ну и плюс, конечно, дает дополнительное тепло. Да, я говорю, что шапка должна быть не слишком жаркая. Но все-таки стопроцентный. Тем более, тут относительно тонкий меринос. Махер ему уж точно не помешает. Но проблема в том, что этот махер очень неприятный. Знаете, бывает такой махерчик мягенький. Совсем не колючий. С очень приятным пухом. Вот это вариант как раз не очень приятного махера. Но я решила, что для такого пробного варианта шапки я его использую. И если даже я для себя свяжу эту шапку, то не страшно. Потому что я не очень боюсь колкости. И спокойно отношусь к колкости махера. Ну, не буду я слишком часто носить эту шапку. Ну да ладно. Тем более, красная шапка никогда лишней не будет. У меня этого махера всего лишь 30 грамм. Но я надеюсь, что на шапку мне хватит. Потому что, мне кажется, 30 грамм мне хватало даже на шапке с отворотом. В ближайшее время планирую рассчитать эту шапку. Очень много, да, я уже об этом говорю. Но надеюсь, что в этом влоге я вам покажу уже начало этой шапки. И вы тоже напишите, нравится, не нравится вам это начало. Интересно было бы вам связать такую шапку в мастер-классе. Вот такая у меня точка ноль от этого нуля. Мы с вами будем смотреть прогресс мой за неделю. Правда, тут осталось уже не 7 дней, а 5. Не знаю, когда буду монтировать этот влог. Ну, плюс-минус 5 дней. И я надеюсь, что неделя будет продуктивная. Понятно, что у меня есть много других дел. И монтаж видео, и работа в группе с девочками по вязанию кардигана. Да, я все равно трачу там время, консультирую девчонок, общаюсь с ними, пишу расчеты. Ну, и еще, конечно, я не говорю про бытовые дела, прогулки и много-много разных других дел. И какие-то еще другие дела по работе. Но будем надеяться, что да, я все успею, и все мои планы реализуются. Смотрела. Сейчас вязали на YouTube, пока тут вязала спинку кардигана. И многие девочки говорят о том, что у них так темно, снимать невозможно. Ну, то есть говорят о том, что освещение не очень хорошее. И у меня тоже освещение не очень хорошее. Но дело в том, что у нас очень светло. У нас опять солнечный день. Я так удивлена о такой зиме. Я уже отвыкла от солнца зимой. Но у нас, правда, практически каждый день солнечный. С одной стороны, классно, радостно. Но снимать просто невозможно. Я сейчас стою в тени. И очень надеюсь, что все-таки у меня получится показать вам более-менее красиво. То, что у меня сейчас происходит на спицах. Да, сегодня всего лишь вторник. И я говорила вам о том, что не знаю, насколько быстро я буду продвигать те или иные изделия. Но так получилось, что мне тут надо было уже снять уроки по проймам рукава на спинке кардигана. У меня две девочки просто как метеоры вяжут в совместнике. Остальных я не тороплю. И конкретно пока для этих девочек хочу выдать материалы. Пусть я не тихонечко в своем темпе вяжу. Хочется вот мне создать такой какой-то индивидуальный подход. Поэтому не хочется их задерживать. Несмотря на то, что кто-то там еще только начинает петли набирать. Кто-то вообще еще образцы вяжет. Да, я связала спинку. Снимала сейчас уроки по вот такому плавному закрытию петель на пройме рукава. Снимала урок по тому, как укороченными рядами сделать скос плеча. Я знаю, что многие из шивных изделий боятся. Но мне кажется, что рассчитать шивные изделия, связать их намного проще, чем бесшовные изделия. Ну, может быть, это у меня так, да? Вы видите, что свитер подруги, который вяжется без швов. Я уже не знаю, сколько раз я его переделывала, потому что я не могу нормально рассчитать. Я не очень понимаю, как там все посмотреть, рассчитать, чтобы каждая деталь по-своему вязалась. У каждой детали были свои убавки-прибавки. А вот в таком вязании для меня все понятно. Я все вижу, все понимаю, что вот у меня спинка, вот у нее такая ширина. Ну, ладно, не буду взрекаться, мало ли что. Хотя четвертый раз уже вяжу этот кардиган, надеюсь, что никаких сюрпризов не будет. Да, у меня довязана спинка, чему я очень рада. Но, знаете, я тут чему удивляюсь? У меня очень мало пряжи остается. Я еще не взвесила. Вот только-только, да, сняла со спиц после снятого урока. Я понимаю, что у меня, мне кажется, уже полбины извязано. При том, что я думала, что у меня здесь 400 грамм. Но вот посмотрела квитанцию о покупке, да. У меня здесь написано 450 грамм. Я вообще удивлена. Я, единственное, не измерила бобинку до того, как начала вязать. Может быть, 450 здесь с конусом. Из них 40 конус. В общем, я не знаю, сейчас все буду взвешивать. Но я понимаю, то есть я это понимала и допускала, что мне хватит бобинки только на спинку, полочки и воротник. А рукава я буду вязать другим цветом. Но сейчас я уже начинаю сомневаться, хватит ли мне на полочки и на воротник. Потому что полочки, да, они, конечно, мало пряжи забирают. Но воротник достаточно объемный. И он ест много пряжи. Ну, в общем, буду надеяться, что хотя бы на воротнике, на полочке мне хватит. А рукава я уже буду подбирать, видимо, для рукавов я буду подбирать, видимо, какую-то другую пряжу. Но, опять же, я была к этому готова. Я вообще, честно говоря, даже готова к тому, что я сделаю здесь жилет. И это тоже будет вариант. Если тут красиво обвязать проймы рукавов, это будет прекрасный, ну, не жилет, да, как это называется, когда кардиган без рукавов. Ну, жилет, наверное, да, без рукавка какая-то на пуговицах. Вот, такие у меня продвижения. Но это далеко не все. Единственное, то, что я вам покажу, скорее всего, пойдет в распуск. Я вам говорила про то, что я буду вязать шапку, такую, шапку-тест. И я ее начала. Начала как-то так лихо. Все вроде бы у меня шло хорошо. Но было у меня, конечно, подозрение, что мало петель. Но я думала, ничего. Я не люблю, когда на шапках много петель, потому что шапки, они вытягиваются. Если они сначала мне немножко так сдавливают мозг, ну, понятно, не слишком сильно, я к этому, в принципе, даже спокойно отношусь. Я думала, что, ну, ладно, вроде туговато, но не так, чтобы очень. Но все-таки думаю, что, наверное, придется перевязывать, что ли. Ну, сейчас еще раз подумаю об этом, потому что здесь уже связано, ну, понятно, тут итальянский наборный край. Три ряда полы резинки. Потом у меня здесь резинка 2х2. И я вяжу на очень тонких спицах. Это спицы номер 2, потому что вот и эта пряжа тонкая. Ну, и Махерни особенно тут добавляет объем. То есть добавляет, но не так, чтобы на толстых спицах вязать особенно резинку. Понятно, что потом я перейду на более толстые спицы. В общем, не знаю, пока думаю, буду переделывать или нет. Может быть, так оставлю. Просто не хочется связать, знаете, шапку, чтобы она потом лежала. Все-таки хочется, если связать шапку, чтобы она носилась. Ну, или хотя бы я кому-то ее отдам. Понятно, что можно ребенку отдать. Но специально под ребенка, под шапку искать ребенка тоже не хочется. В общем, пока думаю. Вот так выглядит резинка. Мне в целом нравится. Я вам говорила, что здесь Махер такой колюченький. Но как-то удивительно вижу я его даже неплохо. Не скажу, что он меня сильно как-то раздражает. Нет, нормально. И мне почему-то кажется, что не такой уж он колючий. Давно я, видимо, с хорошим Махером не работала, что я уже спокойно и к этому отношусь. Вот такие продвижения. Не знаю в конце недели, насколько будут у меня они активные, поскольку у меня тут впереди экзамены и консультации. Ну, так, мельком, кто не знает, я преподаю в институте студентам. Но немного. То есть у меня там один курс. И это в онлайне происходит все. Но, тем не менее, на экзамен у студентов времени тоже много уходит. И вот у меня как раз в конце недели консультация и экзамен. И поэтому я в начале недели стараюсь максимально продвинуть свои процессы. В том числе и чтобы совместник уже продвигать как-то. И чтобы вам было о чем рассказать. Как я и предполагала, в начале недели я много вязала. К концу недели мое вязание практически скатилось на нет. Я вязала очень мало. Сегодня суббота. И да, подключаюсь к вам только сейчас. Я вам говорила, что четверг и пятница у меня были заняты со студентами. Да, у меня консультации и экзамен были. Я так немножко подустала. И вязала очень мало. Но, тем не менее, вязала. И вы сейчас видите шапку. Очень хотелось вам показать готовую шапку. Но дело в том, что я ее перевязывала раза три после того, как я вам ее показала в прошлый раз. Я говорила о том, что набрала мало петель. Думала, перевязывать или нет. Да, я перевязала. Я взяла, по-моему, в следующий раз уже сто двадцать четыре петли. Но дело в том, что я неправильно рассчитала раппорт узоров. То есть тут раппорт узора восемь петель. Но я почему-то решила, что мне надо еще четыре петли добавить. И, соответственно, потом вот эти четыре петли ни то ни сего у меня никуда не ушли. И это заметила, понятно, после резинки. Поэтому я перевязала эту шапку снова. Здесь уже сто двадцать восемь петель, если я не ошибаюсь. И вот уже шапка движется быстро. Но тут на самом деле немножко есть ошибка. То есть, точнее, не ошибка. Вот здесь должны быть красивые переходы от резинки к жгутам. Они тут вроде бы и ничего. Но когда я уже провязала большое количество рядов, я поняла, что раньше этот переход я делала немножко по-другому. То есть здесь переход от резинки к жгуту я сделала за один ряд. То есть у меня здесь перехлест одной петли лицевой и двух изнаночных. А раньше я делала сначала одну лицевую и одну изнаночную. Потом ряд провязываешь и опять одну лицевую и одну изнаночную. Ну, наверное, сейчас не очень понятно. Но я все-таки еще хочу сделать мастер-класс на эту шапку. Она очень простая, как вы видите. Но мне кажется, что эта шапка универсальная. Она может красиво выглядеть и в таком, например, составе, и в других вариантах составов. Я как раз это тоже хочу показать. Напишите, интересует ли вас такая шапка или нет. Или для мастер-класса придумать какой-то другой вариант шапок. Ну, в общем, понятно, что сейчас сложно об этом судить, потому что шапка еще не довязана. И непонятно, как она будет в другом составе. Я ее вижу вот как раз-таки немножко в другом составе, не в таком. И мне кажется, что она выглядит будет более стильно. И еще у меня есть вариант, как изменить немножко эту шапку. Общались как раз с девчонками в моем закрытом чате по поводу шапок. И Галина моя постоянная вязальщица, которая там все, по-моему, уже изделия связала. Она очень быстро вяжет, очень качественно и классно. Она периодически еще показывает варианты изделий, которые вяжут параллельно с тем, что я даю в совместниках. Понятно, что я не говорю о том, что нужно вязать только то, что я даю. Вот она здорово, что она еще делится какими-то своими работами. И она вязала такой объемный берет. И мы что-то стали говорить про объемные шапки. Она, как вариант, скинула такие шапки тоже с высокой резинкой, как и здесь. И вот здесь объемная сама вот эта шапочка, удлиненная. И на голове это смотрится очень интересно. Я подумала, что в целом эта шапка даже напоминает те модели, которые скинула Галина. Но если, например, увеличить еще петли в жгутах и сделать жгуты не 2х2, а 3х3, то вот именно такая будет модель шапки. И, возможно, это тоже будет интересно. В общем, шапка, хоть и простая, экспериментировать с ней можно абсолютно по-разному. И вот я люблю, когда, знаете, начинаешь вязать, и включаются какие-то еще идеи, фантазии. И начинаешь думать о том, как можно доработать изделие, да, еще как можно его усовершенствовать, создать ему еще какие-то более интересные формы. Ну ладно, много про эту шапку говорю. Ну, довяжу и покажу вам, конечно, как и она на голове сидит. И, опять же, да, пишите, интересен ли вам будет такой мастер-класс по такой шапке. И, может быть, как раз-таки попробовать сделать более такую объемную шапочку, такую именно... Она, наверное, будет более модная, что ли, более стильная. И еще продвигала совсем чуть-чуть, но тоже были планы, конечно, ой, простите, намного более серьезные на эти носки. При том, что эти носки у меня начались как-то очень быстро, вязались. И, несмотря на то, что это огромный размер, ну, вы видели, да, что паглинок я связала быстро, а вот что касается пяточки, да, я ее перевязывала. И что касается основной части носка, совсем у меня не идет. Но не идет не потому, что тяжело вяжется этот носок, а просто потому, что времени нет у меня. Вот так выглядит сейчас этот носочек. Напомню, это пряжа Artisan. Никак не могу я сложить свой отзыв об этой пряже. Сначала мне не нравилось, но потом я вроде как-то к ней привыкла. И то, что тонкая пряжа, ну да, тонкая. Но в целом, наверное, для ее метража это неплохо. Да, Alize Comfort Socks, мне кажется, несколько потолще. Но это же не значит, что эта пряжа плохая. Она жестковатая сейчас. Ну, у меня есть надежда, что после стирки она будет немного помягче. Но, может быть, и такие жесткие именно носки и хорошо, особенно для мужчины крупного, да. Часто именно крупные мужчины, они быстро снашивают носки. И, может быть, вот такая грубая пряжа Alize Artisan к этому, ну, для таких носков очень даже и подойдет. Вот, хотела я за эту неделю довязать пару. Но видите, что уже сегодня суббота. И, скорее всего, я довяжу в лучшем случае только один носочек. Вот такие продвижения. Но у меня сегодня есть вечер. Завтра, наверное, буду снимать последний кусочек. И покажу вам, что успела довезти дома. Может быть, у меня будет даже какая-то готовая работа. Но это не все новости, которые я вам хотела рассказать. У меня еще есть такая новость. Да, вы видите сейчас газету. Газета «Хозяйство» номер 2. С 16 по 22 января. Я газеты не читаю. Очень редко как-то с ними соприкасаюсь сейчас, да. Наверное, все-таки мы все уже смотрим все в онлайне. Но нет, видимо, газеты до сих пор еще популярны, не печатаются. И очень надеюсь, что кто-то эту газету читает. Потому что если вдруг вы где-то найдете эту газету, может быть, кто-то из ваших родственников читает, может быть, вы читаете газеты, то вы можете найти мастер-класс. То вы можете найти мой мастер-класс. Вы видите, вот «Вальшики за час». Если вы давно на моем канале, вы знаете, что у меня есть такой видео-мастер-класс. Также этот мастер-класс есть и в текстовом варианте у меня на канале «Дзен». И, видимо, этот мастер-класс нашел один из журналистов или редакторов этой газеты. И мне написали, спросили, можно ли напечатать мой мастер-класс в газете. Я согласилась. И вот теперь, видите, у меня есть в том числе и печатные издания в газете моего мастер-класса. Я обязательно под видео оставлю ссылочку и на текстовый вариант этого мастер-класса, и на видео вариант этого мастер-класса. Но если вам пойдется эта газета, то, может быть, вы уже видели этот мастер-класс, да, и, может быть, не обратили внимание, что это моя работа, скажем так. Ну, вот такая новость. Очень какая-то она забавная и милая, наверное. Не знаю, как по-другому охарактеризовать. Очень надеюсь, что кому-то этот мастер-класс пригодится. Ну, и даже это еще не все. Видите, у меня есть посылочка, и это подарок от Галины. У Галины есть свой канал и на YouTube на Дзен. Я обязательно ссылку оставлю. Не так давно мы стали общаться с Галиной. Не знаю, как она нашла, на самом деле, мой канал. Изначально вот она... Ну, то есть я ее узнала благодаря комментариям, да, и потом узнала, что у нее есть тоже свой канал. Ее канал очень хороший. Она преподаватель в школе. И она очень как-то связывает вязание с работой в школе. Иногда она проводит какие-то параллели. И вроде бы совершенно разные такие направления. Но мне интересно всегда узнавать в человеке чуть больше. Не только о том, что он вяжет, да, но и что вообще в жизни происходит. Поэтому, если вас эта тема интересует, если, может быть, вы тоже работаете в школе, меня вообще тема преподавания тоже в последнее время стала интересовать. Потому что я, как уже сказала, ну, там, получается, года два, да, уже преподаю. Вот. И обязательно проходите на канал Галины. Там много всего интересного. Не только вязание, а для меня это всегда очень ценно. И вот Галина решила мне порадовать подарком. Я не знаю, что тут. Давайте будем открывать. Ну, тут что-то мягкое и что-то бринчит. Слышите, да? Ну, давайте будем смотреть. Я уже заинтригована. Вот это да. Это проектная сумка. Я даже не знала, что Галина шьет. Или это покупная? Вполне возможно, что Галина шьет. Смотрите, какая классная. Она с новогодней тематикой. Но по цветам очень красивый. Такой золотой с темно-синим цветом сочетание. И такое классное дно. Что же там такое бринчи? Давайте смотреть. Проектных сумок никогда много не бывает. Тем более у меня здесь их мало. Так, я уже вижу эту красоту. Ну, вы посмотрите, да? Давайте я буду по порядку все доставать. Во-первых, это Alize Comfort Socks. Ох, вы знаете, таких моточков много никогда не бывает. Очень красивый бордовый цвет. Я его видела. И я все время, когда смотрю на эти одноцветные моточки Alize Comfort Socks, никогда не могу выбрать те цвета, которые надо покупать. Потому что хочется купить все. Но выбираю там 2-3 цвета. И вот такой бордовый, конечно, мне тоже очень нравится. И я его никак не могла приобрести. Но вот у меня появился. Это цвет 57. Прекрасный цвет. И знаете, чему я очень рада? Что он однотонный. И я смогу связать какие-нибудь носочки ажуром. Так, что там дальше? Давайте смотреть. Ой. Так. Так, это дальше, видимо. Так. Вот это так. Черное золото. Нефте. Юганско. Я, насколько понимаю... Ой. А, это, видимо, нефть. Смотрите. Тут прям нефть в бутылочке. Я понимаю, что Галина живет где-то... Я, конечно, плохо знаю географию России. Как ни странно. Это какой-то небольшой поселок в сторону Сургута. Вот туда, да, получается, за Урал немножко. И, насколько я понимаю, там как раз нефть и газ добывают. И, видимо, это как раз то место, где живет Галина. Ну, то есть, вот нефтеганск, да, где-то рядышком она живет. Теперь у меня есть такой магнит с нефтью. Представляете? Как удивительно. Класс. Этот, конечно, магнитик поселится на холодильнике. Дальше. Так, я достаю, знаете, что первое попадается. Ух. Вот что гремело. Смотрите. Ну, это просто восторг. Так, сейчас тут закрою, чтобы ничего не выпало. Это кедровый орех в белой шоколадной глазури. О, вот это да. Ну, я как понимаю, что кедр растет как раз в тех регионах, да. В общем, вот такие орешки. Это классно. Ой, вообще, мне уже хочется попробовать. Вот именно они гремели. Дальше. Масочки. Ну, вообще здорово. Смотрите. Так, тут открыточка, которую я прочитаю сама. Она такая классная, какие-то штуки. С Новым годом. Слушайте, Новый год у меня продолжается. Здорово. Смотрите, какие классные скрепочки. Ну, вообще восторг. Как здорово. Они для фотографий подойдут. Мне нравится, когда, знаете, так развешивают носочки. Она такие скрепочки фотографирует. Это у меня для фотографий. Так, тут какая-то классная масочка. Ну, этого тоже много не бывает. И что там ещё? Ну, я вот уже догадываюсь. О, вы посмотрите. У меня нет слов. Галина, я знаю, что вы будете смотреть это видео. Вот если это пряжа. Это такой стопроцентный беспроигрышный вариант. И я знаю, что я эту пряжу и пробовала, и буду вязать из неё ещё миллион раз. А вот эту пряжу, знаете, какая с ней интересная ситуация происходит. Я очень давно хочу попробовать газал в хэппи фит. Очень давно. И я, самое интересное, покупала её уже несколько раз. Но почему-то я её всегда покупаю на подарки. А себе ни разу не покупала. И, видимо, Галина решила меня порадовать именно этой пряжей. Я всем дарю эту пряжу. И, наконец-то, эту пряжу подарили мне. Галина, спасибо вам большое. Я надеюсь, что эту пряжу я буду пробовать в ближайшее время. И обязательно буду радовать вас своими фотографиями или видеоносочков. Так, давайте смотреть. Я думаю, что многие с этой пряжей знакомы. Итак, не могу найти состав. Представляете? А, вот, наверное, здесь. 75% шерсть, 25% полиамид. 100 грамм их 330 метров. То есть эта пряжа несколько толще, чем привычная нам. Например, Alize Comfort Socks, которая 420 метров 100 грамм. Да, тут состав точно такой же. 75% шерсть, 20% полиамид. Единственное, что тут, по-моему... Да, здесь мериносовая шерсть, поэтому она, конечно же, помягче. И такой просто восхитительный цвет. Он даже чем-то перекликает с цветом сумочки. Это тоже такой синий-желтый, какое-то такое вот ночное небо. Только я бы сказала, что это летнее августовское небо. А это такая зимняя сумка. Ну, вот это такое для меня летнее, ярко-контрастное августовское небо, когда видны звезды, когда темное небо, но листва вокруг. Вот у меня почему-то такая ассоциация. И этот цвет... Давайте посмотрим. Наверное, это 3251. Я предполагаю. Вот такая очень красивая пряжа. Газал заявляет, что это ручная покраска. Даже вот поэтому, насколько я понимаю, здесь вот такая рука. Они нам предлагают вязать на спицах 2,5-3. Ну, крючок 4,5. Но крючком я вряд ли буду вязать эту пряжу. Вот такая красота. Представляете, Галина? Вы меня балуете. Ну, смотрите. Просто восторг. Я, честно говоря, снова у меня какое-то ощущение Нового года. Снова подарочки. Но это же потрясающе, да? Спасибо большое. Я надеюсь, что в ближайшее время эти моточки превратятся в носки. В это включение я хочу подвести итоги моего влога. Я специально надела вот этот свитер, который вы сейчас видите. В прошлом влоге, по-моему, я была в этом свитере. От вас поступило большое количество вопросов, чтобы я рассказала про него. Про этот свитер я рассказывала достаточно подробно в одном из своих видео. Обязательно ссылку на него оставлю под видео. Потому что я вязала его в рамках совместного проекта из остатков. Да, этот свитер связан из остатков. Он действительно связан из маленьких-маленьких моточков. Моя хера вязала в две нити. И на самом деле никаких ставок на это изделие не делала. Думала, что это будет что-то типа домашнего свитера. Но он получился настолько удачным, что ношу я его, пожалуй, чаще, чем все остальные. Поэтому, если хотите узнать крой изделия, как я подбирала пряжу, как совмещала пряжу для того, чтобы получились такие полоски, обязательно проходите под видео. Там будет ссылка на видео про этот свитер. Я думаю, что вам будет интересно. И да, маленькая информация. Я хочу повторить что-то подобное. Но понятно, что раскладка пряжи будет несколько другая. Потому что уже таких остатков я не подберу. Ну а сейчас давайте поговорим про те процессы, которые я вязала на этой неделе. И вы уже, как я думаю, поняли, что я связала совсем не то, что хотела. Точнее, не довязала те планы, которые у меня были на эту неделю. Связала я намного меньше. Но неделя была очень сильно насыщена. И, наверное, это неудивительно. И давайте поговорим прежде всего про кардиган. Я его немножко продвинула. Спинку я вам уже показывала. И сейчас я начала вязать полочку. Полочка вяжется очень быстро. Ну, я вот, наверное, за несколько часов связала, наверное, это треть полочки. Вяжется очень быстро и легко. И думаю, что девочкам, которые в совместнике со мной вяжут этот кардиган, тоже не покажется вязание полочки сложным. Я думаю, что это одно из самых простых этапов вязания кардигана. Но, как вы уже знаете, я боюсь, что мне не хватит пряжи даже на спинку. На полочки и на воротник, как я планировала. И, наверное, каждая мастерица, будь то опытный или новичок, сталкивается с проблемой и нехваткой пряжи. Или наоборот, покупает пряжу больше, чем надо на изделии. Мы покупаем 7 или 8 мотков и уходит 4 мотка. И нам часто не хватает каких-то таких теоретических знаний. Или, может быть, учебника для вязальщицы, да, где написано и рассказано все подробно, как подбирать пряжу, чем синтетические волокна отличаются от искусственных, как подобрать инструменты к той или иной пряжи, какие виды пряжи бывают и чем она отличается. И чтобы во всем этом разобраться, я предлагаю вам курс от школы Бери Вяжи по материаловедению по пряже. Курс состоит из 9 уроков. Каждый из уроков наполнен большим количеством важной и полезной информации о том, чем отличаются те или иные волокна пряжи, как подобрать спицы, как читать этикетки, чем мне понравились эти уроки. Да, я уже начала их читать, знакомиться, и я понимаю, что настолько хорошо донесена информация, все хорошо классифицировано. Для меня это важно, чтобы все знания, вся информация была прям по полочкам разложена. Помимо хороших текстов, качественных, подробных описаний, вы найдете и красивые иллюстрации, таблицы и схемы. А более того, к этому курсу приложено еще несколько PDF-файлов, которые вы можете скачать и сохранить для себя на долгое время. Этот курс стоит 2900 рублей. Я думаю, что это не слишком большая сумма для того, чтобы узнать все о пряже, о тех материалах, которые мы с вами используем в ежедневном нашем хобби. Но по промокоду WARM15 вы получите скидку 15%. Обязательно проходите по ссылке под видео, вводите промокод, который указан там же, и покупайте этот курс. Я думаю, каждому из вас он будет полезен. Я уверена, что он будет полезен не только новичкам, но и опытным вязальщицам, потому что там просто кладезь информации. Очень вам его рекомендую. И давайте продолжим разговаривать про мои изделия. Еще одно изделие, которое я на 50% закончила, и это носок. Да, на этой неделе я планировала связать оба носка, но пока ограничилась этим. Ну, хотя бы так. Да, вот такой носок у меня получился. Я поняла, что однотонную пряжу, гладью, вязать для меня невероятно скучно. Уж если однотонная пряжа, то должен быть какой-то узор. А если узор не хочется вязать, ну или понятно, что носки с узором не всегда подходят, особенно если мы носим эти носки в обувь, то хотя бы какая-то секционная пряжа, чтобы была использована. Но тем не менее, первый носочек я довязала, впереди, конечно, второй. Это носок на размер ноги 45 размера. Тут достаточно большой клин подъема, и этот носок весит 43 грамма. Я очень боялась, что я не впишусь в 100-граммовый моток, и мне придется докупать еще моточек, хотя бы для того, чтобы довязать, там, не знаю, мысок или нет. Но, наверное, получится, что два носка будут весить около 86 грамм, и мне кажется, превосходный расход. Как я уже говорила, к пряже я пока отношусь, не знаю, не могу сказать, что она мне очень нравится, но с другой стороны, я тут сегодня утром подумала о том, что я уже как-то совсем копаюсь в этой пряже, пытаюсь найти какие-то отрицательные стороны. Но если учесть, что эта пряжа стоит в районе 250 рублей, мне кажется, для такой цены пряжа превосходная, потому что, ну, я бы не сказала, что она намного хуже той пряжи, которую я вязала и пробовала, там, не знаю, за 600 рублей, за 800, я бы не сказала, что она прям ужасная, и вязать из нее плохо. Понятно, что нужно смотреть, как она будет вести себя в носке, будет ли чуть-чуть мягче, не протрется ли, ну, уверена, что не протрется быстро. В общем, мне кажется, что при всех недостатках, которые я перечисляю при вязании этой пряжи, ну, с учетом цены, это превосходная пряжа, поэтому мне осталось вязать еще один такой огромный носок, буду на него, наверное, настраиваться, но в то же время, надеюсь, что быстро его довяжу. Что касается шапки, которую я также вам показывала, к сожалению, вчера я даже к ней не притронулась, но буду ее продолжать вязать. И вы уже видите, что я использую эту самую сумочку, которую я показывала вам в распаковке подарка. И уже когда выключила камеру, когда стала разбирать все подарки и снова рассматривать, обратила внимание, что я вам не рассказала про крем. Тут еще был такой классный крем для рук с маслом шеи и витамином Е и А. Вот такой малюсенький, мне кажется, его очень удобно класть в проектные сумки. Ни для кого не секрет, да, что когда мы вяжем, мы, конечно же, кожа наших рук очень сохнет. Я, честно говоря, особенно зимой, буквально поглощаю эти крема, очень радуюсь, особенно таким маленьким форматом, потому что всегда удобно или в проектные сумки положить, или в сумки, с которыми мы ходим там по делам, да, и даже если вы где-то в магазине, иногда стоит протереть, может быть, руки влажной салфеткой и нанести крем, я действительно так иногда делаю. Поэтому такой формат крема мне очень пригодится. Галя, спасибо тебе большое. Ну, в общем, на самом деле на этом все. Такая неделя, не могу сказать, что сильно продуктивная, но хотя бы что-то. В принципе, результаты есть, кардиган продвигается, один носочек связан, и шапка, в общем-то, уже на финишной прямой. Еще в прошлом влоге я обещала вам, что прочитаю книгу «Тринадцатая сказка» и расскажу вам свои впечатления и отзывы об этой книге. Очень много было комментариев по поводу этой книги, действительно, есть прям фанаты, которые очень любят эту книгу, а кто-то к ней отнесся очень спокойно. Я не буду пока говорить свои эмоции, потому что, к сожалению, эту книгу я не дочитала. Да, так получилось. Очень надеялась, что я дочитаю, но неделя была, правда, загруженная, и у меня просто не было времени на вязание. И на вышивку, кстати, о которой я тоже рассказывала в прошлом влоге, совсем не было времени, знаете, на вот такие приятные хобби. Но, тем не менее, я книгу продвинула достаточно серьезно. Я уже читаю условно вторую половину этой книги. Надеюсь, что совсем скоро я вам расскажу, как мне эта книга понравилась или нет. И мы, конечно, поговорим о ней с вами чуть подробнее. Вот такой был влог. Надеюсь, что он был вам интересен. Надеюсь, что вы вязали вместе со мной. Может быть, занимались какими-то другими приятными делами. Обязательно пишите в комментариях, что вы вяжете сейчас или что вы вязали под этот влог. Или чем вы вообще занимались. Может, вы какие-то вкусные пироги готовили в это время. Расскажите обязательно. Я буду прощаться с вами, но надеюсь, ненадолго. Надеюсь, следующее видео выйдет совсем скоро. И мне хочется немножко поэкспериментировать с форматами влоги. Да, интересно от вас всегда очень хороший отзыв. Но, наверное, надо что-то уже новенькое придумать. Посмотрим, обещать не будем. Но подписывайтесь на мой канал, чтобы не упустить ничего интересного. Ставьте лайки. И, конечно же, жду вас в комментариях. Пока-пока.